Здравствуй, Иртыш, вот я и приехал к тебе. Верится с трудом, но это уже шестая поездка на Зимний Иртыш. Поездка, которая для меня имеет какое-то особое значение. Почему? Объяснить сложно. Почему именно в это место просто тянет сюда? Какая-то особая энергетика этого места заряжает от пяток до головы. Меня за других не скажу. В этом году, в отличие от предыдущего, асфальтовая часть дороги к Иртышу выдалась весьма сложной. Затяжные морозы, которые в последующем сменились оттепелью и осадками, сделали дорогу ужасно скользкой. Почти перед каждым затяжным подъемом скапливалась очередь изгруженных длинномеров, героически пытавшихся не без помощи дорожных служб преодолеть коварный подъем. Но истинное удивление я испытал, когда свернул с асфальта на проселок. Такое я вижу впервые за шесть лет. Были и малоснежные зимы, но эта зима побила все рекорды. И это вдобавок к сильно обмелевшему в этом году Иртышу, о чем я рассказывал еще весной. Нет сомнений, что в этом году добраться до побережья можно даже на легковом автомобиле. И о преодолении бездорожья остается лишь повспоминать. В прошлом году, несмотря на кажущуюся сравнительно небольшую глубину снежного покрова, пришлось расплачиваться за ошибки в выборе направления движения. Дело в том, что дорога к побережью таит в себе много сюрпризов, одним из которых являются скрытые под снегом ямы. По накатанной колее ехать нецелесообразно, поскольку она находится ниже уровня остальной поверхности и заметена снегом. Приходится искать альтернативный маршрут. Вот тут-то и срабатывает фактор спешки и излишней уверенности в возможностях автомобиля. Но только таким способом нарабатывается бесценный жизненный опыт. Если добраться до побережья не составило никакого труда, то пребывание на открытом пространстве доставляло жуткий дискомфорт. Несмотря на околонулевую температуру, Иртыш встретил сильным порывистым ветром, который, будто озорной хулиган, отнимал тепло и уносился дальше в неведомом мне направлении. Долго не решаюсь выйти из еще не успевшего остыть автомобиля. Из окна любуюсь окружающими видами, красоту которых передать не удастся даже самой современной камерой. Ну и куда же без кружечки ароматного настоявшегося чаю. Перед выходом из укрытия как следует утепляюсь. Ветер, особенно зимой, опасный компаньон в путешествиях. Благо, немного он стих к этому часу. Если верить прогнозу синоптиков, сегодня погода будет меняться. Собственно, это можно увидеть по небосводу. С одной стороны он все еще затянут облаками, с другой же разукрашен в ярко-синей краске. По льду пересекаю протоку. В этом году Иртыш впервые уснул безмятежным и спокойным сном. Поверхность реки покрылась ровным слоем льда. В этом мы убедимся чуточку позже. Удивительно видеть под ногами зеленую траву в декабре. Обычно она скрыта под толстым снежным покрывалом, но в этом году шальные ветра сорвали снежное покрывало, обнажив землю. За редким исключением. Деревья хорошо задерживают ветер, поэтому и снега здесь много. Такие места лучше объезжать стороной. Вдали виднеется узнаваемый силуэт горы Седлуха, близ которой посчастливилось побывать нам в этом году. Поистине, завораживающие виды, если не обращать внимания на горы мусора, оставленные нехорошими, глупыми людьми. Обожаю побережья с открытыми берегами. Создается впечатление, что где-то вдали бесконечный, на первый взгляд, небосвод сливается воедино с землей-матушкой. Все, хватит гулять по берегу, пора спускаться на лед. О падении уровня воды в реке можно судить по этим кадрам. В этом месте лед наиболее тонкий. Удалось даже пяткой пробить ледяную корку. Показалась вода какая-то мутная, коричневого цвета, словно иртыш пытается выплюнуть на берег всю ту грязь, которую в него щедро добавляем мы, люди. Эти темные, слегка коричневатые пятна смотрятся необычно на сильном контрасте с прозрачным льдом рядом. Детство живет в каждом из нас. И это хорошо, когда оно время от времени о себе напоминает. Давно ли вы лежали спиной на снегу, глядя в плывущие по небу облака? Попробуйте. Не бойтесь осуждения со стороны. Все с вами нормально. Я же тем временем пойду дальше. Погружаться в волшебный мир, что меня окружает буквально на каждом шагу. Чудный мир зазеркалья. Продолжение следует... Ненадолго возвращаюсь в лагерь, попить чайку и перевести дух. Заодно заварю термос свежим ароматным чаем с шиповником, чабрецом и сушеными яблоками. За кружечкой чаю, любуюсь безграничными просторами бассейна реки Иртыш, не перестаю удивляться, в каком красивом мире нам посчастливилось родиться и жить. Пускай сместились в последнее время человеческие ценности в сторону материального и искусственного. Далой философию, не за этим я сюда приехал сегодня. Прогуляюсь-ка лучше в сторону противоположного берега. Признаюсь, в голове поселилась шальная мысль перейти на противоположный берег реки. Пусть не сегодня, временем я уже не располагаю, но в ближайшем будущем. Не уверен, удастся ли вообще эта затея. Что-то подсказывает, что Иртыш замерзает не весь, и в какой-то его части, ближе к середине, упрусь я в открытую воду. Это лишь мои страхи и домыслы, но большой разлом льда и торосы, что виднеются впереди, не оставляют в этом сомнений. А еще есть страх, что подобный разлом льда может образоваться позади меня, не позволив вернуться назад. Длина трещин здесь может достигать нескольких километров. Смотрятся они без сомнений красиво, даже жутковато. Уходящая вдаль полоса с выплеснувшейся и замерзшей водой на поверхности. Но не очень-то хочется стать свидетелем того, как лед с треском расщелкнется у тебя под ногами. Вот и те торосы, которые были видны в бинокль с берега. Дошел до них чуть меньше, чем за час. Время близится к вечеру, поэтому пейзажи, которые рисуют приближающиеся к закату солнца, стали теплее и мягче. Началась игра света и теней. Завораживающее зрелище. Глаз не оторвать. Устраиваюсь поудобнее. За кружечкой чаю наслаждаюсь бесконечными облаками и уходящим вдаль горизонтом, смыкающим воедино небо и землю. Не часто увидишь такую красоту, о которой скажешь не иначе, как ни в сказке сказать, ни пером описать. От себя я бы еще добавил и камерой не передать. Недавно я специально провел такой эксперимент. Залипнув на красивом пейзаже, решил запечатлеть его на камеру. Снимал именно с той точки, с которой смотрел сам. На фото по сути то же самое, что видел, но чего-то не хватает. Изначально думал, что фотограф из меня так себе. Но потом понял, что даже самая продвинутая, современная камера не в состоянии вдохнуть жизнь в те пейзажи, которые ты пытаешься скопировать у природы. Не хватает на фотографии тех эмоций, что ты испытываешь, глядя на все это вживую. Возвращаться, как обычно, не хочется. Оттягиваю час отъезда, как могу. Немного печально, что автомобиль еще не оборудован всем необходимым для зимних путешествий. Несмотря на то, что температура воздуха вполне позволяет использовать только лишь теплый спальник, рисковать не стану. Такие эксперименты потом негативно сказываются на здоровье. Тем более нужды остаться на ночь у меня нет. Только лишь мое желание, но всему свое время. В этом году старый друг был как никогда дружелюбен. Впервые в жизни позволив так легко и беспрепятственно добраться до побережья и погулять по ровному прозрачному льду, под которым совершенно фантастический мир. Жаль, не взял я с собой коньки, несмотря на то, что мысль эта мелькала в голове перед самым отъездом. Хотя, знаете, мысли имеют свойство материализовываться. Если чего-то сильно захотеть, то приложив совсем немного усилий, это обязательно осуществится. Пару дней спустя я рассекал на коньках по гладкому льду Иртыша, заодно осуществив еще одну давнюю свою мечту. Познакомил семью со своим старым другом, очередной встречи с которым я уже с нетерпением жду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok